Добрый вечер, уважаемые казахстанцы, уважаемые соотечественники, я вас всех люблю и уважаю. Меня зовут Джанибек, я хочу присоединиться к всеказахстанскому челленджу. Поддержку Айбениска Сумовой. Руки прочь от этой женщины. Все, что она сказала, она сказала от души, прям реально, с языка прям сняла, всего народа. Все, что народ думал и хотел сказать, она высказала. Я ее поддерживаю. Уважаемые казахстанцы, поддержите ее, чтобы с ней ничего не случилось, как случилось с Дулатом Годилом. Защитите ее, своим челленджем тоже поддержите. Уважаемые властимущие, не пытайтесь ее преследовать, не усугубляйте положение свое, и так шаткое положение. Я хочу также высказаться по многим моментам. Я сейчас сижу, как на иголках, конечно, сейчас безработный, потому что карантин, коронавирус, все дела, наша экономика не подготовленная. Но так же, как миллионы людей сейчас теряют работу. Но и до этого они многие безработные были. У нас миллионы людей безработно ходило. Их просто в разряд самозанятых причислили, чтобы не портить статистику. Неуважаемый Назарбаев, вы хотя бы спуститесь с неба на землю, посмотрите, что о вас думает народ. И не требуйте от народа, чтобы они вкладывали в какой-то один из ваших фондов. И так хватает ваших фондов. Тот же самый Пенсионный фонд, который вы разворовали, Национальный фонд, который сейчас разворовываете. Нам уже хватает ваших фондов. В которых вы выруете народные деньги. Но не это самое страшное. Наше требование, помогите здесь сейчас. То, что Абаев озвучил, и Тукаев дает, озвучил, это нам не поможет. Тукаев говорит, по 47 тысяч на каждого человека, полтора миллиона человек получит. Но нужно доказать, что ты пострадал от того-то, того-то, бла-бла-бла. Это нам не поможет, это не 7-минутная помощь, и это время. Или то, что Абаев там говорит, что то, что американцы делают, или англичане делают, это глупо. И раздавать каждому казахстанцу деньги, это глупо. Нет, это не глупо. Наш народ, он знает, как распределить деньги. Он пойдет вкладывать в экономику. В реальный сектор экономики будет вкладывать, покупать что-то, и производство не будет так сильно стоять, как сейчас. И бизнес хоть как-то, что-то будет как-то нормально жить. Хотя бы подушку сделайте для антикризиса. Ну, такую подушку, которая поможет нам легче пережить кризис. А то, что там Абаев что-то озвучил, я вообще подозреваю, что он необразованный человек. Он не понимает, что такое макроэкономика. Он не понимает, что такое национальная экономика. Бизнес, как в листе будет... Он не знает, что такое бизнес, и как вообще его строить, и как он будет развиваться в кризисный момент. Он не знает, что такое международная экономика, в принципе, международная экономика. Как различные факторы влияют на состояние самой экономики. Он не понимает. Он думает, что Трамп тупой. Что решил выделить триллион долларов для американцев и бизнеса. Что тысячу долларов на каждого гражданина Америки, это глупо выдавать. Если вы так говорите, значит, вы говорите, что Трамп тупой. Но Трамп не тупой. Он управляет такой мегаэкономикой, мегастраной. Ведущий экономикой, первая экономика мира. Америка. Плюс он еще до этого был бизнесменом, миллиардером, который поднял свой бизнес. И он знает, что он говорит. Или Борис Джонсон, который 330 миллиардов долларов выделяет. 330 миллиардов фунтов сервинов для Великобритании. И много таких ведущих стран, в которых есть поддержка существенная. А вы считаете, что это глупо. Единственное, что вы решили помочь, это помочь банкам. Но это нам не поможет. Нам поможет существенная помощь. Если вы не разбираетесь, уважаемые Баевы, уходите. Не надо вот это вот умничать, лицом говорить что-то. Я просто говорю это не как обычный гражданин Казахстана. Я просто это понимаю, что может произойти. Я экономист, я изучал это, я учился на госслужащего. Просьба существенно помочь здесь и сейчас. Я не от хорошей жизни это говорю. Сейчас я, конечно, безработный. Я не от хорошей жизни говорю. И не от хорошей жизни сейчас слушаю Мухтара Кабулыча, Блязова. И он дохочет все объяснять. У него есть пакет мер, который может существенно помочь здесь и сейчас. И как-то легче пережить те или иные риски из-за кризиса. Легче пережить. Если вы хотя бы сами ничего не можете нормально путного придумать для казахстанцев и для страны всей страны. Вы хотя бы послушайте его. Примените весь этот пакет мер, которые он озвучил. От своего имени даже хотя бы принять. Тогда о вас народ не будет так плохо отзываться. Хотя бы что-то хорошее перед уходом сделайте в этой жизни. Вы за 30 лет ничего хорошего не сделали. И экономику не построили. И сейчас пытаетесь создать рабочие места. Это глупо, это не получится. Уважаемый Даорин Абаев, если вы говорите, что то, что Трамп говорит, это глупо, изучите кинсианскую теорию. Как называется, мультипликативный эффект развития экономики. То есть изучайте это. Как это влияет. Если Великую депрессию это помогло. Если сейчас американцы делают и хотя бы как-то пытаются помочь своей экономике. А они не дураки. Тем более там у руля, который сидит. Они не дураки. Они понимают, как это помочь стране. Вы хотя бы послушайте. Но даже если вы не хотите их слушать, хотя бы послушайте Мухтара Кабулыча, уважаемые Даорин Абаев, все, кто там у руля, премьер-министры, Тукаев, Назарбаев. Если вы не понимаете, не знаете, как что сделать, что придумать, увольте всех. Все правительство не нужно. Просто возьмите, подпишитесь на канал Мухтара Кабулыча. На 16-12, на все вот эти каналы. На канал Куща партии вы хотя бы узнаете, что народ о вас думает. И реально, хотя бы уже будете знать напрямую, как помочь народу. А Мухтара Кабулыча вам поможет, как выйти из кризиса. Подпишитесь на его канал, хотя бы так послушайте в прямом эфире и слушайте, что нужно делать. И вы нам этим существенно поможете, и тогда народ не будет таким злым. Но если вы не поможете, если вы не будете делать что-то для народа, пытаясь спасти свою шкуру, ну извините, вы этим не спасете свою шкуру. Я боюсь не то, чтобы из-за того, что в вашей шкуре или еще что-то. Я боюсь, что у людей реально сейчас будет у людей сейчас будет заканчиваться средства существования, будут терять работу. И тогда самое страшное, когда они все потеряют, им уже будет терять нечего. И я боюсь этого состояния, когда народ злой, разъяренный, пойдет толпой и крушить будет все. Пострадает бизнес, конечно. Ну, конечно же, пострадают они. Пострадаете, в первую очередь, что и вы. Помогите хотя бы сами себе. Не надо стрелять себе в ногу, как говорится. Помогите себе сами. Сделайте что-то хорошее, чтобы народ не такой злой был. Даже я, как активист, который был судим за то, что выходил на митинги, в ВВСе сидел. Даже если я не выйду, но народ выйдет, да. Ваши защитники, защитники в лице КНБ, МВД, они не помогут вам? Армии, которую вы нагнали в Алмуту и в Астану, оцепили, думаете, что они вас спасут? Нет, они что же, народ? Они подумают, да зачем нам против толпы идти? Да мы за них пойдем. А вас всего там 200 человек примерно, да, вот таких вот, отмороженных, которым плевать на народ, который грабит страну миллиардами. Они будут уже спасать свою шкуру, они будут бросать форму и пойдут вместе с народом, потому что они тоже теряют деньги, тоже у них родственники теряют деньги, теряют работу и все остальное. Помогите всем. Послушайте вот эти программы, вот эти по выходу антикризисной программы Муктара Кабуловича, подпишитесь на их канал, чтобы как-то понимать, как помогать нашему народу, потому что вы не знаете, что с народом происходит, что в Казахстане происходит. Ага, он, находясь далеко, он уже знает, что происходит. Уважаемые полицейские, уважаемые МВДшники, которые, помню, ко мне приезжали, подходили, сажали меня, еще что-то, КМБшники, которые не представляются никогда. Можете ко мне не приходить, но даже если вы кого-то не пройдете, я сразу предупреждаю. Все, что со мной случится, это будет на вашей совести и на совести Назарбаева, который будет отдавать приказы через своих Масимовых и всех остальных. Я жив и здоров, и полностью здоров, как Абенис Касумов сказал, полностью здоров. Если со мной что-то случится, как с Дулатом Агадилом, значит, что это сделали, сами знаете кто, уважаемый народ. Вы знаете, что это Назарбаев и все, кому он отдавал приказы. Мне не страшно, мне уже терять нечего, я уже не боюсь, уже устал бояться. Я не хочу, единственное, чего я боюсь, я боюсь того, что произойдет с моей стороной, с моими родными и близкими, что произойдет вообще, что с моей стороной будет так, что от этой страны ничего не останется. Я не хочу этого, а это все к этому идет. Уважаемый народ, просьба не паниковать. Если вы хотите, будете выходить толпой или еще куда-то, не крушите ничего. Просто требуйте отставки президента и всех. Время объединяться в коще партии, время объединяться в единый кулак, как народ. Мы власть, мы по конституции даже Назарбаеву власть являемся. Они наши представители, они наши менеджеры, они наши наемные работники, но они не выполняют наши требования, не выполняют. Я недоволен их работой, поэтому я требую на основании конституции Республики Казахстан как власть. Единственным источником власти по конституции является народ. И это все должны помнить. И прекратите преследование гражданских активистов. Прекратите. И можете ко мне не приезжать, но даже если вы приедете, вы от меня ничего другого не услышите, потому что я требую отставки из всего правительства и во главе с Назарбаевым. Я не хочу, чтобы они управляли нашей страной. Они за 30 лет ничего хорошего не сделали для Казахстана. Просто такой фантик, показуху сделали. И все. Помогите народу, чтобы народ вас не материл. И не появлялись такие, как я, Бенис Кусумов и много-много людей. Если вы хотите, чтобы у вас хорошего мнения были. Выполните все эти требования. Если у вас мозгов не хватает, немножко творческого мышления не хватает, если у вас люди, которые сидят и управляют, которым вы доверили, ничего не понимают, и вы сами не соображаете, потому что у вас образования нет ни экономического, никакого, уважаемый Назарбаев. Дайте людям, которые это понимают. И еще раз говорю, уважаемый Назарбаев, подпишитесь на канал Мухтара Кабуловича. Сидите в соцсетях, а изучите, что это такое, и слушайте, что он говорит. А он говорит дельные вещи. Если бы вы что-то делали, я бы его не слушал бы. Ну уж извините. Сейчас миллионы людей его слушают. И это сейчас в тренде. Уважаемые казахстанцы, поддержите челлендж. Присоединяйтесь к кочей партии. За нами сила. За нами будущее. Давайте не просрем наш Казахстан и наше будущее. Будущее наших детей, внуков и всех остальных. Уважаемые казахстанцы, вы понимаете, к чему идет. Если вы не хотите, чтобы от Казахстана ничего не осталось, поддержите наш челлендж. Онлайн-митинг. Поддержите. Уважаемый народ. Уважаемые полицейские, КНБшники, военные, врачи, все бюджетники. Вы тоже народ. Поддержите. Не бойтесь. Мы все. Мы вместе. Мы сила. Аллах, Казахстан. Уважаемые полиции. Продолжение следует...